после того как вы закончили наполнять сайт статьями материалами необходимо приступить к созданию меню то есть как мы с вами сказали пока наш сайт выглядит вот таким образом и здесь никакого никаких пунктов меню нет никаких материалов не отображается единственное что здесь есть это главная страница кстати говоря о главной странице чтобы разместить какой-либо из материалов какой-либо из статей на главной странице необходимо в менеджере статей то есть вот в этом списке где они все появляются необходимо установить соответствующую опцию вот эту на главной к примеру выбрав вот этот пункт и обновив страничку вашего сайта вы увидите что у вас отображается статья на главной странице какие-то статьи которые у вас может быть топовые или наиболее интересные или самые последние вы их можете размещать на главной странице ну что ж перейдем к пункту меню и попробуем разобраться что же из себя представляет меню из пунктов меню мы здесь видим меню корзины пункта меню и главное меню давайте откроем пункт меню пункт меню он отображает все имеющиеся меню на вашем сайте то есть меню оно может быть не одно к примеру наряду с тем как сейчас создана главное меню вы можете создать еще одно меню к примеру дополнительный меню ну как это работает давайте посмотрим на примере к примеру этот сайт опять покажу вам здесь мы видим меню тюнинг по маркам и также мы видим меню автодосуг то есть это все меню чтобы было более понятно понятие меню необходимо понять что каждое меню оно отображается в модулях поэтому сейчас пока мы модули не будем мы модули рассмотрим в следующем уроке но вот чтобы вам уже было понятно создавая меню автоматически для каждого меню создается новый модуль и именно благодаря модулям отображается меню вот в какой-либо части к примеру она может отображаться меню вот здесь а может появиться меню так же вот здесь сейчас мы с вами создадим эти пункты меню и так как отредактировать имеющиеся меню допустим давайте попробуем сейчас добавить один пункт или несколько пунктов в главное меню потом создадим еще одно меню вот в этот блок и попробуем создать меню вот в этот блок таким образом я думаю мы закрепим работу с меню и посмотрим какие типы меню вообще бывают и так чтобы перейти к редактированию главного меню необходимо нажать вот на эту кнопку пункт меню либо же когда открываете в панели управления вот здесь меню необходимо сразу выбрать главное меню и вы переходите опять же сразу в список всех пунктов этого меню для того чтобы создать нажимаем опять кнопочку создать и выходит на первом этапе создания меню выходит выбор типа меню то есть здесь в джумла существуют типы меню типы меню для того чтобы отображать материалы есть раздел типов меню статьи нажимаем статьи раскрывается список где мы видим различные варианты выбора типа меню первое это в архив что такое в архив данный список отображает статьи перемещенные в архив и доступные для поиска по времени публикации но это архив просто далее здесь имеется статьи то есть это статьи это просто вывод статьи Допустим, стандартная страница статьи и страница добавления статьи. То есть стандартная страница просто выводит статью в таком виде, в каком она имеется. Стандартная страница добавления статьи – это опция позволяет пользователям, которые имеют статус автора написания статьи, позволяет добавлять статьи. Категории. Категории – это вывод материалов всех, которые имеются в категории. То есть блок категории. Вот как раз давайте здесь рассмотрим, что такое блок. Блок – это как раз и есть, когда статьи выводятся вот в таком формате. Допустим, давайте я нажму «Веб-программирование». И вот здесь я вам сейчас на примере покажу, что такое блок вообще. То есть в формате блога, когда статьи выводятся, как они выводятся? Идет заголовок статьи, идет вводный текст и идет мини-изображение. Далее идет кнопочка «Подробнее». Вот это вот называется «В режиме блога». То есть все статьи выводятся вот в таком вот списке. То есть если вы выберете категорию в режиме блога, то будут опубликованы вот в таком вот списке. Если у вас кнопочки «Подробнее» нет, то каждая статья будет выводиться полностью. Список содержимого категории. Список содержимого – это будет выводиться такая табличка. Ну давайте как раз сейчас попробуем вывести в начале блок категории. Выбираем блок категории для того, чтобы показать. Блок статей. Блок уроков, к примеру. Здесь задача при создании меню – создать заголовок и создать псевдоним. Ссылка здесь остается по умолчанию. Отображать в меню родительский пункт. Родительский пункт создается тогда, когда вы хотели бы создать вложенное меню. Каким образом создается вложенное меню? Давайте сейчас просто создадим вверху, а потом посмотрим, как создается вложенное. И вот здесь, если мы с вами выбрали блок категории, то необходимо выбрать, какую именно категорию вы хотели бы вывести. Допустим, первый раздел. Нажимаем «Сохранить» и посмотрим, что у нас произошло. Мы с вами задали меню в режиме блока. Блок уроков. Открываем. Вот таким образом выводится по умолчанию. По умолчанию в режиме блока. Как видите, очень красиво. Если вы вставите миниатюрки, здесь выводится по умолчанию следующим образом. Первая статья выводится во всю ширину. Затем остальные статьи разбиваются на колонки. Итак, как вам настроить таким образом, к примеру, чтобы у вас выводились все статьи просто по ширине или, допустим, сразу выполнялось разбиение на колонке. Для того, чтобы настроить вот эти настройки, необходимо перейти в блок настроек как раз пункта меню. То есть мы находимся сейчас в пунктах меню. И переходим вот в этот пункт, который мы только что создали. Блок уроков. С правой части вы можете увидеть вот этот дополнительный блок параметров. Здесь мы можем выбрать категорию. Мы с вами выбрали. Как раз можно выбрать описание. То есть если вы создали для категории описание, вы ставите вот этот пункт, выбираете показать и изображение также показать. Далее идет как раз таки настройка вывода статей. Количество главных. Ну, главных это как раз и есть, которые на всю ширину. Если мы здесь поставим, к примеру, ноль. Нажмем применить. Сейчас обновим. То увидим, что разбиение сразу произойдет по колонкам. Также происходит внизу разбиение на странице. И мы видим еще другие статьи. Это также настраивается следующими параметрами. Количество вводных. То есть вводные это, которые отображаются в самом начале. То есть вот они раз, два, три, четыре. Четыре вводных статьи. Четыре столбцы. Здесь у нас установлено два столбца. То есть две колонки. Можно поставить одну. К примеру, ставим одну колонку и смотрим, что происходит. То есть все статьи выравниваются во всю ширину. И дополнительные ссылки. То есть можно поставить 4, 10 и так далее. Давайте посмотрим, какие еще параметры, дополнительные меню существуют. Ну и здесь порядок расположения категории. То есть можно поставить различные сортировки. Вниз, поперек. Разбиение на странице. Результаты показать. То есть можно скрыть их, к примеру. Также можно настроить вот эти параметры общие. Допустим, вы хотели бы, чтобы вот здесь у вас вот эти значки. Вот эти значки. И, к примеру, автор. И дата у вас не выводилась. Для этого можно именно для этого пункта меню настроить. Допустим, скрыть дату. Скрыть дату изменения. И скрыть вот эти все значки. Ну, к примеру, они вам не нужны. Нажимаем сохранить или применить. Обновляем. Как видим, сейчас все это скрылось. То есть все, как видите, гибко. И в каждом пункте меню, в каждом, который вы будете создавать, существует вот этот дополнительный блок параметров компонента. Ну, и параметр системы. Здесь заголовок страницы. Отображать заголовок. Изображение. И SSL. То есть вот такие основные опции, которые связаны именно с отображением. Мы с вами сейчас рассмотрели режим блога. Давайте попробуем для закрепления создать еще один пункт меню. Нажимаем создать статьи. Категория. Список содержимого категории. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Список. Список. Просто список напишу. Лист. Нажимаем сохранить. Так, выбрать раздел, конечно же. Нажимаем сохранить. Нажимаем обновить. Переходим на пункт список. И смотрим, что происходит. То есть, как видим, материалы выводятся вот в таком списке. Название. Автор. Просмотров. Все вот эти поля. Просмотров. Ими также можно управлять в дополнительном блоке параметров. То есть вот здесь. Ссылки. Заголовок. Таблицы. Дополнительные параметры. То есть можно. Основной порядок задать также. То есть вот здесь вот можно настроить также дополнительные параметры. То есть, к примеру, заголовок таблицы. Нажимаем скрыть. Заголовок таблицы. Вот это скрывается. То есть, чем отличается блок от списка? Я думаю, понятно. Блок выводится материал вот в таком формате. Список выводится вот в таком формате. Нажимаем сохранить. Нажимаем создать. Давайте посмотрим, какие еще типы меню существуют. То есть, если вы хотели бы вывести раздел, то мы выводим раздел, блок раздела. То есть, блок раздела, это аналогично. Просто отличается от категории тем, что здесь выводятся материалы, расположенные только лишь в этой категории. Если мы выведем раздел, выводятся раздел полностью все те статьи, которые существуют у вас в разделе. Теперь, как создать вложенные пункты меню. Допустим, у вас, вы хотели бы, как вот я создавал на своем сайте. Я создал, допустим, раздел веб-программирование. А далее у меня есть подразделы. Каким образом это создается? Это создается при помощи установки родительского элемента. Допустим, мы с вами создали блок уроков. Так, ну необходимо создать вначале пункт для раздела. Давайте создадим блок раздела, к примеру, чтобы было структурирование. Весь раздел. И выбираем раздел. Первый раздел. Нажимаем сохранить. Так, смотрим, что у нас получается. То есть, появляется весь раздел. А здесь, теперь, при создании нового пункта меню, нажимаем новый пункт меню, статьи. Выбираем, к примеру, категории. Блок категории. Так, категория уроки. И вот здесь, в качестве родительского элемента, вы выбираете раздел, тот, который будет относиться к этой категории. Допустим, весь раздел. Ой. Да, весь раздел. То есть, весь раздел. Здесь мы выбираем... Здесь уже мы видим список не разделов, а категории. Первый раздел. Уроки. Первый раздел. Уроки. Нажимаем сохранить. Теперь, открывая весь раздел, у вас будет раскрываться весь список категорий, которые у вас расположены в этом разделе. Когда вы будете уходить с этого пункта, он у вас будет сворачиваться. То есть, вот таким образом отображается по умолчанию. Ну что ж, я думаю, вот с этими пунктами меню вы разобрались. Помимо того, здесь, конечно, существуют еще некоторые типы меню. Допустим, опросы, контакты, каналы новостей, веб-ссылки. Помимо этого, когда вы будете устанавливать дополнительные компоненты, допустим, фотогалерею, у вас будут появляться еще новые пункты меню, которые будут выводить соответствующий контент именно какого-то определенного установленного компонента. Теперь давайте перейдем к созданию нового меню. Для этого переходим в меню, открываем меню. То есть, мы видим теперь, что у нас существует одно главное меню, и в этом меню опубликовано 5 пунктов. Раз, два, три, четыре, пять. 5 пунктов. Теперь нажимаем «Создать» для того, чтобы создать новое меню. Выбираем тип меню. Это уникальное название, используемое для идентификации. Тип меню. Ну, допустим, давайте «Header меню». Создадим верхнее меню. «Header меню». «Верхнее меню». «Описание». Также пишем верхнее меню. И заголовок модуля. Верхнее меню. Нажимаем «Сохранить». Так, если мы сейчас обновим. Так, у нас пока в данном пункте меню, в данном меню не существует ни одного пункта. Для этого мы должны перейти в «Редактирование» и нажмем «Создать». Создать. Ну, давайте попробуем создать просто статьи на главной странице в виде блога. «Главная». То есть вы, к примеру, хотели бы убрать главную страницу «Главная» из вот этого меню, а разместить, допустим, его вот в этом меню, в горизонтальном. «Мейн». Нажимаем «Сохранить». То есть на данный момент у нас это меню нигде не отображается. Как отобразить данное меню? Как я вам говорил, включение меню, оно происходит в менеджере модулей. Для этого нам необходимо с вами перейти в «Расширение», «Открыть модули». И здесь мы видим, что верхнее меню, которое мы создали, оно у нас появилось в модулях. Причем здесь оно как бы не как меню, а здесь оно как модуль отображается. И необходимо, чтобы оно заработало, поставить опцию «Включен». По умолчанию положение этому меню присваивается «Left». То есть если мы обновим, мы сейчас увидим данное меню вот здесь слева, верхнее меню. Так, можно также управлять порядком. То есть управлять сортировкой. Перемещать ниже или выше. Верхнее меню, оно здесь у нас сделано без оформления, без какого-либо. Теперь как нам его разместить вот в это положение. Для этого необходимо открыть этот модуль, верхнее меню. И опцию «Положение» поставить. Так, здесь, по-моему, «Юзер 3» у нас должно стоять. Да, вот «Юзер 3» — это положение, которое отвечает за вот это верхнее меню. Как мы видим, у нас пункт вот здесь красиво отобразился и работает. Нажимая на главную, появляются материалы на главной. Ну, в принципе, это и все. Здесь другие положения. То есть также можно разместить в правом блоке. Нажимаем «Применить». Правый блок есть у нас здесь. Да, вот. Здесь также отображается правый блок. Остальные все пункты, они здесь предназначены для других модулей. И аналогичным образом, теперь вы можете создавать новые пункты меню. Допустим, переходите в верхнее меню. «Создать». Можно создавать какие-то внешние ссылки. Допустим, внешняя ссылка простая. К примеру, «Форум». Есть у вас форум. «Форум». То есть и все эти пункты, они уже у вас будут размещаться вот здесь, в главном меню. Ну что ж, я думаю, понятно теперь, каким образом выводятся материалы. То есть поработайте с меню, закрепите, посмотрите более подробно все настройки и уже сможете выводить вот эти различные меню. И все ваши материалы будут выводиться таким образом, как вы этого захотите. На этом я данный видеоурок завершаю. И в следующем уроке мы с вами приступим к изучению дополнительных компонентов, модулей. Познакомимся более подробно с ними и посмотрим, что такое плагины. Продолжение следует...